МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нападающий Андрей Иванов, известный ижевскому болельщику по выступлению за Столиваров. В составе удмуртской команды он завоевал серебро чемпионата ВХЛ в сезоне 2014-2015. Андрей сразу же оказался в заявке на сегодняшний выездной матч между нефтекамским Торосом и ижевской дружиной, который проходит в эти минуты. К другим новостям. В эти дни в Ижевске проходит семинар наставников сборной России подзюдо. В нем принимают участие не только тренеры из Удмуртии, но и со многих уголков страны. Татьяна Мальцева продолжит эту тему. Я начинаю с ног. Начинаю со стоп. Интернациональный семинар наставников национальной сборной. В составе российского тренерского штаба итальянские, французские и русские специалисты. Самый именитый из них – Эцио Гамбо, итальянский дзюдоист и олимпийский чемпион. И все они в Ижевске проводят обучение для коллег из провинции, для тех, кто занимается с детьми 8-12 лет. Мы готовим резерв, с которым они потом будут уже на высшем уровне работать. То есть для них будет это полезнее, когда человек придет к ним подготовленный более. Есть на этом тренерском мастер-классе и старожилы. Для ижевского наставника Ивана Шишова это уже пятый семинар из шести. Говорит, полученные знания он уже применяет на практике со своими воспитанниками. И есть результаты, хорошие. Такое взаимодействие с тренерским штабом главной команды считает очень правильным. Здесь разбираются базовые техники, выведение из равновесия, подготовительные упражнения, которые потом в будущем создадут детям базу, без которой они в дальнейшем просто не смогут выступать на селинном, так скажем, уровне. Само собой напрашивается вопрос, почему именно Ижевск стал центром научной деятельности дзюдоистов со всей страны. Ответ прост. Проведение турнира Калашникова и уровень борьбы на нем действительно привлек таких специалистов. И в преддверии этого турнира как раз Федерация дзюдо России организовала такой семинар, зная о том, что сюда приедут сильнейшие и тренеры, и спортсмены. И где они соберутся, где можно для них действительно провести методический семинар, который пойдет на пользу всем. Всероссийский турнир памяти Михаила Калашникова стартует 3 ноября. А на первенстве Европы по международным шашкам в турецком измере бронзовую медаль в молниеносной программе среди юношей до 13 лет выиграл наш земляк Илья Дереглазов, обыграв в последнем туре победителя первенства России Тамерлана Азмерова. На высшую ступень педестала поднялся воспитанник ижевского тренера Алексея Чижова, китаец Пан Имин. Привезла домой медаль и сарапульчанка Елена Короткова. На чемпионате страны по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению в Сочи она стала победительницей весовой категории 75 килограммов. Мы поздравляем Елену и ее наставника Николая Коростина с золотой медалью. Ну а теперь о гонболе. Ижевский университет провел очередной домашний матч национальной суперлиги. Соперником команды Роберта Минобудинова была Толятинская лада. Итог этой встречи 30-25 в пользу у гостей. Следующая игра у ижевчанок 10 ноября Дума с майкопским клубом Агу Адеев. Играли в гонбол и в Глазове. Там прошел Куба города среди мужских команд, посвященный памяти олимпийского чемпиона Владимира Кравцова. Приехали на турнир и гости из Перми. Они в итоге, кстати, были только третьими. Победу праздновала сборная Удмуртии. Местные игроки были вторыми. Продолжаем выпуск. Восьмая ижевская спортивная школа провела первый этап интересных детских легкоатлетических соревнований. Кубок тренеров. Это, по сути, аналог школьной волейбольной лиги или детской лиги плавания. Только пока на уровне одной спортшколы. Со временем этот старт, уверены наставники восьмерки, может перерасти и в городской турнир, название которому будет «Школьная легкоатлетическая лига». Просто доступна, а главное интересно и мальчишкам, и девчонкам. Программа Кубка тренеров довольно разнообразна. В нее включены общая физическая подготовка, беговые виды, прыжки в высоту и длину, метание. Это для ребят еще и подготовка к сдаче норм ГТО. Мы решили это провести в форме всем известных кубок биатлонистов. Кубок биатлонистов, он идет очень продолжительное время, очень зрелищные мероприятия. Мы тоже решили это сделать в таком же формате. Он будет проходить с октября по май. У нас ведь есть в городе проводится школьная баскетбольная лига, школьная волейбольная лига, лига плавания. Почему бы нам не распространить кубок школы, на данный момент кубок школы номер 8, спортивную школу номер 8, и на город сделать ее школьной и катетической лигой. Юные спортсмены 90 лет на первом этапе Кубка успешно справились с испытаниями. А были это прыжки на скакалке, поднимание и опускание, туловище из положения лежа, прыжок в длину с места. Мы легкие атлеты, мы должны быть всегда сильными, легкими и быстрыми. И быть победителями. Наставники, глядя на такой энтузиазм, юных легкоатлетов радовались. Эту цель они и преследовали. Кубок тренеров предоставляет ребятам хороший шанс проявить себя. Воспитание здорового образа жизни, воспитание в семье, проявитье каких-то здоровых навыков, допустим, даже разминку самостоятельно провести. Мы решаем вот эти задачи на данном этапе. И, понятно, популяризация спорта и проявить любви детей именно к систематическим занятиям легкой атлетики. Продолжается работа наставников и по открытию спортивных классов на базах общеобразовательных школ. Открыты классы уже в 32-й и 77-й школах Устиновского района. Наставники уверены, вскоре появятся юные звездочки, которые будут защищать честь Удмуртии на крупных турнирах. Ну а следующий этап Кубка тренеров пройдет в середине ноября. В его программе метание набивного мяча и бег на 30 и 200 метров. Это все новости спорта на сегодня. До свидания.